друзья всем привет ну что подошел концу лодочный сезон все собирают свои лодки отправляют их на хранение кто куда я свою лодку храню дома она у меня хранится в кладовке моторчик вот хранится на такой стойке который тоже смастерил сам видео как делал эту стойку из подручных средств есть тоже на канале ну что сезон подошел концу пора обслужить свой моторчик обслуживать я его буду дома уже вот второй сезон мне служит верой и правдой китайский мотор не знаю я на воде не так часто не каждый день поэтому мне его за глаза хватает своего гладиатора 998 лошадок вот в планах сегодня поменять масло в редукторе подготовить его к следующему сезону как бы по рекомендациям раз в год надо менять масло в ноге чтобы он продолжал дальше себя радовать меня радовать бесперебойной и уверенной работой второй сезон меняю масло и пользуюсь от матюлевским маслом покупаю кричат что конечно много подделок но не знаю более дешевый как-то не доверяю или не знаю в общем вот покупаю матюль и пока в принципе доволен кстати можете написать кто какими маслами пользуется кто чего заливает будет тоже интересно вдруг будет что-то более выгодное потому что так скажем масло это не не из дешевых особенно в сложившейся ситуации цены космос масло то она в таком тюбике вроде как бы сделан специальное есть специальный носик который вставляется в сливное отверстие через него заливается но выявил для себя небольшой минус когда вставляешь этот носик то надо тюбик за закручивать и максимально выдавить все масло первый раз когда менял очень было одному не очень удобно да и в первый раз скручивал 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 и все равно не знаю как минус почему но до конца мне не удалось выдавить все масло и поэтому мне чуточку не хватило и пришлось заказывать фото второй себе тюбик чтобы удалить там буквально грамм 50 по моему может быть чуточку меньше поэтому сегодня приобрел на на алике такой вот шприц 350 граммовый весь этот тюбик в него должен влезть и через этот шприц в редуктор закачаем новое свеженькое масло перемещаемся поближе к ноге нашего мотора чтобы слить масло нам предстоит открутить два болта первый находится у нас вот здесь внизу основной да но если его открутиться но сразу мы его открутим масло потечет чуточку слабо и если поднимемся чуть выше здесь вот есть еще два таких болта первый как раз который мы откручиваем тут они все подписаны и вот его надо от будет откручивать туда же написано твой левер вот именно этот вот этот левый болт он ты так понял службу и служит для промывки главное не перепутать давайте открутим нижний болт приступим откручивается легко сразу подставим корыться куда будем сливать масло газетку подстрелил на пол вот видите в принципе она под масло потекло потихоньку не совсем большой струей в принципе вот в процессе вот такого выделения масла можно определить если вода попадает вода или нет но я вижу что воды нету только одно масло теперь открутим верхний болт от верхней уже потруднее откручивался но все равно нормально открутили вот второй и масло полилось гораздо большей струйкой будем ждать когда она сольется все подготовил поршень и шприца вытащил давайте перельем туда наше масло свежее да конечно наверное все это делать одному но если кто-то сможет вам помочь это будет гораздо проще у меня из помощников только кот который сейчас спит на диване вот она все выдавилась а первый раз даже больше трехсот пятидесяти грамм первый раз вот вот эти вот граммульки не получилось у меня выдавить полностью с тюбика перелив масла в шприц я понял что я совершил ошибку поршень то запихнуть очень сложно так как носик зафиксирован поэтому это была ошибка надо не шприц заливать а переливать масло в подготовленную тару вот сейчас без под бутылки вырезал перелил сюда и надо будет из бутылки уже шприц набирать как раз пока ждали масло у нас все стекло перестала капать вытрем чтоб все было чистенько да еще небольшая была ошибочка у меня ну как ошибочка оплатительная вот это вот колечко тут стояла забыл его вытащить и она бахнулась туда пришлось еще руками ловить это колечко в баночке поэтому следите за этим чтобы не особо пачкаться ну я не особо профессионал в этом деле поэтому делаю так как делаю не судите строго кто делает лучше делитесь давайте лучше своим опытом чтобы я почитал посмотрел может быть научился делать гораздо лучше ну чё погнали потихонечку будем вдавливать туда новое масло как раз я немножко носику шприца подрезал чтоб идеально подходило и вот теперь смотрим чтобы сверху когда она польется но по идее вот эти 350 грамм все должны тютелька в тютельку войти поэтому все должно получиться осталось совсем чуть чуть 50 грамм вот оно потекло масло вот оно потекло масло сверху давайте еще чуть чуть добавим вдруг воздух вот есть вот оно оно потекло закручиваем верхнюю крышку верхний болт вот так вот закручиваем теперь у нас здесь оно не особо должно сильно потечь лучше пока не буду доставать шприц сразу надену на него прокладочку убираем шприц и соответственно вкручиваем наш второй болт немножко руки испачкались но это ничего страшного вкручиваем оп оп подтягиваем опа есть еще верхний тоже подтянем есть теперь вытираем наше масло капельки подтеки и все готово наш мотор готов к следующему сезону вот и поменяли мы быстренько масло в редукторе нашего лодочного мотора давайте делитесь кто где как и как часто меняет масло может кто-то там годами ездит и ни разу не меняет его ну я вот раз в год масло меняю чтоб мотор служил верой и правдой долго кто на каких моторах ездит Япония или Китай что выбираете вы я для себя выбрал Китай тем более цены сейчас сами знаете какие ну два сезона катается меня заводит по весне после полугода простое заводится там с первого со второго оборота ну пока меня не подводит сразу отвечу кто будет писать что 9,8 слабоват выбирал только по весу чтобы таскать если нужно одному было как можно легче вот поэтому 9,8 9,8 мне за глаза хватает на воде пока не так часто как бы хотелось вот поэтому самый оптимальный для меня сейчас это вариант 9,8 поживем увидим вот ладно спасибо что смотрели тем кто поделился своим опытом отдельный лайк вот ладно давайте пока пока до встречи на рыбалках